Значит, ну сегодня мы поговорим об ординальных числах или, коротко говоря, ординалах и о связанных с ними вещах, таких как теорема трансфинитной рекурсии и ординальной арифметики. В прошлый раз мы убедились, что простые понятия, всем известные, в том числе такие, как отношения и функции, они определяются в нашей теории множеств. Ну и в частности, двухместные отношения, мы будем говорить о частичных порядках сегодня, строгим частичным порядком, как вы знаете, называется двухместное отношение, которое и рефлексивно, и трансфитивно. Значит, множество с таким отношением на нем называется частичным порядочным множеством, и частичный порядок называется линейным порядком. Тоже, как всем известно, значит, если любые две точки либо совпадают, либо одна из них меньше другой в смысле этого порядка. Значит, ну вот посмотрите на это определение, тут, я думаю, тоже ничего нового для вас. Ну, на всякий случай все-таки проговорим, что если у нас есть какое-то частичное упорядоченное множество, есть какое-то непустое подможество в нем, вот это вот x, то точка из нашего множества называется максимальным элементом x, если она, во-первых, ему принадлежит, во-вторых, никакая точка не является строго большей, чем эта точка а максимальная. Значит, точка а является наибольшим элементом x, если она больше или равна любой точке x. Естественно, не надо путать максимальные и наибольшие элементы. Значит, является наибольшей гранью, верхней, извините, гранью x, если она больше любого элемента x, но при этом она не обязана принадлежать, да, самому множеству x. Ну, является супремым x, если является наименьшей верхней гранью. Ну, и двойственным образом определяются минимальные элементы, наименьшие элементы, нижняя грань, наибольшая нижняя грань. Ну, понятно, что верхние грани, там, наименьшие, тем более верхние грани, они, вообще говоря, не обязаны существовать. Вот, значит, ну, гомоморфизм между двумя частично упорядочными множествами часто называется, значит, отображением, сохраняющим порядок. Ну, и в случае, когда порядки линейные, также часто употребляется терминология, возрастающая функция. И саморфизм тоже, понятно, да, значит, объекция такая, что оба отображения являются сохраняющими порядок. Саморфизм на себя, автоморфизм, в общем, ничего нового. Значит, теперь мы переходим вот к такому одному из самых фундаментальных понятий, и даже, я бы сказал, не только в теории множественной математике, а понятие вполне упорядоченного множества, ну, и понятие ординалов, которые мы чуть позже определим. Значит, и вот у нас такое определение базовое, которое нам говорит, что линейный порядок, линейный, является полным порядком. Вот нет очень хорошего перевода на русский язык вот этого well-ordering, да, вот это слово well, в данном контексте оно переводится как полный, да, множество называется вполне упорядоченным, хотя иногда слово полный по отношению к порядку в другом смысле употребляется. Но сейчас у нас будет речь только вот о таких вполне упорядоченных множествах. Вот, значит, множество вполне упорядочено, если любое не пустое подможество имеет наименьший элемент. Любое не пустое подможество имеет наименьший элемент. Такое очень простое определение, но заметим сразу, что оно второго порядка, потому что тут есть такой квантер по подможествам. Ну, и известно, что это свойство не является свойством первого порядка. Вот, значит, сейчас мы обсудим простейшие свойства вполне упорядоченных множеств, в частности, покажем, что они всегда могут быть сравнимы по их длине. Наша первая лемма, она говорит, что если у нас есть вполне упорядоченное множество, вот это W, W, и есть какая-то возрастающая функция, то эта функция, она не может, так сказать, лежать, вот если вы представите себе такой квадратик, вот это W на W, прямое произведение и диагональ, то она не может лежать ниже диагонали. То есть для каждого X, F от X больше или равно, чем X. Ну, почему так? Достаточно очевидно. Представим себе, вот рассмотрим множество тех точек, на которых, значит, вот это свойство нарушается, множество таких вот X, да, для которых F от X меньше строго, чем X. Ну, и если оно не пусто, рассмотрим наименьший элемент. Он должен быть такой наименьший элемент, потому что во всяком непустом подморстве есть наименьший элемент. Ну, вот если Z такой наименьший элемент, то мы имеем F от Z меньше, чем Z. Вот тогда, если мы посмотрим на вот это F от Z, тут предлагается обозначить его через W, то поскольку F сохраняет порядок, мы видим строгий, да, то мы видим, что F от W тоже меньше, чем W. Ну, тогда получается, что Z не наименьшее противоречие. Да, то есть вот всякая возрастающая функция, она вполне упорядочен в множестве, она вот так вот устроена для всякой точки X. F от X может быть только больше, ну, или равен X. Ну, отсюда очевидно, что единственный автоморфизм вполне упорядоченного множества на себя тождественный, других нет. Потому что если он не тождественный, то либо он, либо его обратный автоморфизм, обратное отображение к автоморфизму, это тоже автоморфизм, значит, оно будет нарушать вот это правило, отмеченное время 2.4. Поэтому никаких автоморфизмов, кроме тождественного, вполне упорядоченного множества нет. Структуры с такими свойствами называются еще жесткими, когда нет автоморфизмов никаких, кроме тождественного. Ну, и очевидное следствие, что если у вас есть два вполне упорядоченных множества, если они изоморфны, то этот изоморфизм единственный. Если у нас есть какое-то вполне упорядоченное множество и какая-то точка, какой-то элемент U в этом множестве, мы скажем, что все эти точки нашего множества, которые лежат ниже U, меньше U, они образуют начальный сегмент нашего множества, отсекаемые вот этой точкой U. Ну, собственно, это определение, оно для любого линии упорядоченного множества годится, или для частичного упорядоченного. Так вот, из того, что было сказано выше, получается, что никакое вполне упорядоченное множество не изоморфно своему начальному отрезку. Потому что если бы оно было бы изоморфно начальному отрезку, отсекаемому какой-то вот точкой U, то мы бы имели, при этом изоморфизме F, мы бы имели F от U строго меньше, чего быть не может. Никакое вполне упорядоченное множество, но вот так вот его нельзя изоморфно сжать до своего инициального отрезка. В противоположность многим, так сказать, хорошо известном линейно-упорядочным множеством, вроде вещественной прямой, например. Вот. Ну и вот теорема, такая вот простая, но фундаментальная, она говорит, что все вполне упорядоченные множества, так сказать, сравнимы по их длине. Вот, допустим, у нас есть два вполне упорядоченных множества, W1 и W2. Тогда возможно только один из следующих трех случаев взаимоисключающих. Либо вот эти два множества изоморфны. Либо первый из них изоморф на начальному отрезку второго, либо наоборот. Второй изоморф на начальному отрезку первого. Ну, почему? Очень просто. Значит, ну вот давайте обозначим вот так вот W с соответствующим индексом от U. Начальный отрезок этого W с этим индексом U, который задается, который отсекается вот этим элементом U. Ну и рассмотрим вот такое вот отношение, такое множество пар упорядоченных X, Y. Значит, оно состоит из таких пар X, Y, что отрезок, задаваемый X, изоморфен отрезку, задаваемый Y. Ну и в силу вот этой вот леммы, о том, что вполне упорядоченное множество не может быть изоморфен на своему начальному отрезку, мы видим, что вот это отношение F фактически это взаимно однозначная функция. Ну и заметим также, что если вот у нас есть какой-то изоморфизм, допустим, из какого-то отрезка, задаваемого X, в отрезок, задаваемый Y. Вот такой вот изоморфизм H. И у нас есть какая-нибудь точка X' меньше, чем Y, то отрезок, задаваемый этой меньшей точкой X', он будет изоморфен отрезку, задаваемую точкой H от X'. Ну отсюда мы видим, что вот эта функция взаимно однозначная, она сохраняет порядок. Ну и посмотрим, какие у нас есть возможности. Значит, первая возможность такая, что у нас область определения этой функции – это все множество W1, а область значения – все множество W2. Ну тогда мы имеем просто вот первый случай, что W1 и заморф на W2. Теперь рассмотрим оставшиеся случаи. Заметим, что если у нас в области значений этой функции F была какая-то точка Y2, то любая точка Y1, которая меньше, она тоже там лежит. Ну тогда получается, что если вот у нас область значений не совпадает со всем множеством W2, значит, тогда у нас есть наименьший элемент, который, вот этот W2, который не лежит в области значений. Если эта разность не пустая, то у нее есть наименьший элемент. Тогда получается, что область значений нашей функции F это как раз тот начальный отрезок в множестве, во втором нашем множестве, который отсекается вот этой точкой Y0, наименьшим элементом в разности. Ну и обязательно тогда будет, что область значений будет равна всему первому множеству, потому что иначе, если бы она была равна не всему, то мы взяли бы вот этот вот X0, наименьший элемент нашего первого множества, который не лежит в области значений. Ну и мы получили бы, что тогда вот эта вот пара X0, Y0, она принадлежит F, что противоречивало бы нашему предположению об Y0. То есть мы получаем, что тогда выполняется вот этот второй случай. F имеет область определения все первое множество, а область значений некоторый начальный отрезок второго множества. Ну а третий случай симметричный. Если у нас область определения F не совпадает со всем первым множеством, значит, тогда выполняется третий случай. Мы объясняем это про то, что если там Y0 меньше Y2 и Y2 в области значений, то и Y1 в области значений. Да. Напомните просто, откуда это следует? Ну, просто из нашего определения вот этого F. F у нас состояло из всех тех пар. XY, где X принадлежит первого множества Y к второму, где отрезок в первом множестве, который задается X, изоморфен отрезку во втором, который задается Y. Ну, если у вас какая-то пара сюда попала, то понятно, что все... Ну, скажем, если у вас Y попал в одну из таких пар, то тогда все, что меньше этого Y, тоже должно попасть. Что можно увидеть посредством того же самого изоморфизма, который годится для Y. А, ну да. То есть просто мы в качестве нового X берем прообраз при том же самом изоморфизме. Вот, в общем, если подумать, то теорема достаточно бесхитростная, но по-своему удивительная, что такое вот простое свойство линии упорядоченных множеств, быть вполне упорядоченным, оно делает все множества сравнимыми, так сказать, по размеру, как натуральные числа. Ну, мы можем сказать, как это обычно делается, что если у нас два вполне упорядоченных множества изоморфина, то они имеют один и тот же порядковый тип. И неформально мы можем порядковое число или ординал понимать, как порядковый тип вполне упорядоченного множества. Понятие порядкового типа, оно осмысленно не обязательно для вполне упорядоченных множеств, вообще для линейно упорядоченных. Я упоминал в первой лекции, что есть некий трюк, использующий аксиому регулярности, который позволяет рассматривать такие факторы класса по отношению эквивалентности на классе. Вот, и с помощью этого приема действительно можно и формально определить таким вот образом порядковые типы. Но в нашем случае, когда мы сейчас рассматриваем порядковые типы вполне упорядоченных множеств, у нас есть более естественный прием, даже не прием, а конструкция некоторых конкретных множеств, которые будут служить нашими ординалами. Они, естественно, тоже будут иметь соответствующий порядковые типы. Значит, вот как мы определяем наши ординалы порядковые числа. Ну, идея, собственно, очень простая. Идея состоит в том, чтобы определить ординал как состоящий из всех предшествующих ординалов, так, чтобы порядок на нем совпадал просто с принадлежностью. Значит, скажем, что множество транзитивно, если всякий элемент множества является его подможеством. Ну, то есть, другими словами, если вы возьмете элемент элемента, то он тоже будет элементом нашего множества. Ну, эквивалентно можно написать вот такое вот определение, так что объединение множества является подможеством, или что наше множество является подможеством его всех подможеств. Понятно, что это то же самое. Вот это определение транзитивного множества. Можно точно так же определить транзитивный класс. В общем, фундаментальная понятия такая, которая потом будет у нас очень часто встречаться. Так вот, мы определим порядковое число или просто ординал как такое множество, которое, во-первых, транзитивно, и, во-вторых, вполне упорядочено отношением принадлежности. Такое транзитивное множество, что если мы посмотрим на все его элементы, то окажется, что принадлежность на них вполне упорядочивает наше множество. секундочку, секунду, какое-то сильное искажение звука, не знаю, слышат ли остальные, но то, что я слышу, похоже больше на какой-то птичий щебет. Может быть, с микрофоном что-то? Не понял вопроса, ничего не слышно. К сожалению, нормального звука не слышно. Если вопрос короткий, можно попробовать написать в чат, я посмотрю. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Я хотел спросить, это меня проявляет микрофон просто, я правильно помню, что вот такое определение ординала, оно не совсем хорошо и не всегда работает, то есть оно предполагает, что мы какую-то аксему используем. Нет, это понятно, это определение как раз работает всегда. Можно дать похожее определение, которое действительно в этом отношении будет не совсем хорошо, но будет хорошо в предположении аксиомы регулярности. Вот, например, если мы заменим здесь вот это свойство быть вполне упорядоченным по принадлежности, на более слабое свойство быть линейно упорядоченным. да, но еще нужно тогда добавить, что всякие элементы также будут транзитивны. В нашем случае или в каком? Ну, в общем, этого добавлять на самом деле не надо здесь, он автоматически получится транзитивным. Я просто хочу сказать, что вот если мы здесь заменили бы, ослабили вот это условие быть вполне упорядоченным, да быть линейно упорядоченным, то такое определение мы могли бы тоже принять за правильное, но оно предполагало бы, что у нас еще есть обязательно аксиома регулярности, потому что при аксиоме регулярности вот это отношение принадлежности, оно у нас фундированное. Ну и тогда если у нас получилось бы, что это отношение линейно упорядоченное и фундировано, но это было бы то же самое, что вполне упорядоченное. Да, это я хотел уточнить. Окей, спасибо. Да, но так как мы определили, тут просто явно сказано, что оно вполне упорядоченное, это годится уже на все случаи жизни. Тут ничего дополнительного не надо предполагать. Да, понятно. Вот. Ну, часто какие-то такие фундаментальные объекты, которые постоянно встречаются, принято определять какими-то более или менее одинаковыми символами. Для арденалов, в частности, как правило, используются такие первые буквы греческого алфавита, строчные, альфа, бета и так далее. Ну, вот класс всех арденалов таким вот образом обозначается. Иногда еще обозначают он двумя буквами. Орд. Ну, мы помним, что класс, на самом деле, это не объект нашей теории множества, это просто такое удобное сокращение. На самом деле, здесь некоторая формула написана. Формула, которая, собственно, говорит, что x принадлежит орд, в расшифрованном виде, это значит, что x транзитивен, и отношение принадлежности на x вполне упорядочено. Классов у нас нет, это просто такое удобное сокращение. Да, ну и отношение порядка на орденалах мы определяем просто как отношение принадлежности, тем благо, оно действительно у нас отношение порядка. Вот, ну вот такая вот простая лемма. Значит, что она говорит? Во-первых, что пустое множество это орденал, оно у нас будет, собственно, отразивляться с числом 0, натуральным, такой самый маленький орденал. Натуральные числа у нас тоже будут орденалами, ну кроме них еще будут трансферитные орденалы, бесконечные. Значит, второй пункт говорит, что если альфа-орденал и бета принадлежит альфа, то бета тоже орденал. Вот, но эти два пункта, они, в общем, более или менее очевидны просто по определению. Значит, пункт 3 говорит, что если альфа строго включено в бета, да, если альфа поднорестов в бета, но не совпадает с ним, да, то альфа принадлежит бета. Да, то есть фактически вот эти отношения, значит, порядок на орденалах, как мы его определили, принадлежность на орденалах и отношения строгого включения, они совпадают. Да, ну, почему пункт 3 верен про включение, значит, если у нас выполнена посылка, да, альфа строго включено в бета, значит, посмотрим на наименьший элемент разности бета без альфа, вот, назовем его гамма. Ну, поскольку мы знаем, поопределим, что альфа транзитивен, получается, что альфа это начальный сегмент бета, который задается этим гамма, этой точкой гамма, то есть гамма, оно не может лежать где-то там меньше, чем альфа, потому что альфа транзитивен, а гамма наименьший элемент из разности бета без альфа, поэтому альфа это наименьший элемент бета, который задается гамма. значит, альфа просто состоит из всех тех элементов бета, вот этих вот кси, которые меньше гамма. Ну, то есть альфа равен гамма, но это и значит, что альфа принадлежит бета. Что нам надо было доказывать? Ну, четвертый пункт говорит, что если альфа и бета это ординалы, то одно из двух, либо альфа включено в бета, либо бета включено в альфа. Ну, в этой книжке вот таким вот символом обозначается включение необязательно строгое. Некоторые чаще пишут тут еще палочку такую, но в данном случае автор обозначает не строгое включение. Вот, значит, если есть два ординала, то один из них включен в другой. Вот только так. Почему? Ну, посмотрим на пересечение этих двух ординалов альфа и бета. Тоже назовем его гамма. Ну, понятно, опять-таки, из определения, что это пересечение тоже ординал. Ну, и тогда получается, что этот гамма пересечения, он либо совпадает с альфа, либо совпадает с бета, потому что, если нет, если это не так, то у нас получается, что вот эти включения строгие, извините, не эти включения, а включение гаммы в альфа и гамма в бета строгие, да, и тогда мы применяем пункт 3 и получаем, что гамма включен и в альфа, и он включен в бета. Тогда получается, что он включен в пересечение альфа и бета, да, то есть включен сам в себя. Но это противоречит определению ординала, потому что там принадлежность должна быть строгим порядком, строгим и рефлексивным. Такого не может быть, что гамма принадлежит к гамме. И используя простые факты, можно еще целый ряд таких фундаментальных простых фактов понять об ординалах. Во-первых, это отношение ординалах является линейным порядком на всем классе ординалов. Во-вторых, всякий ординал альфа, он просто состоит, как множество, из всех ординалов предшествующих. Потом, если есть какой-нибудь непустой класс ординалов, то пересечение этого класса – это некоторый ординал. Более того, этот ординал принадлежит этому классу и является его инфимумом. Ну, вместо инфимума мы здесь могли написать и минимум, потому что инфимум будет обязательно принадлежать в данном случае. Вот, значит, если есть непустое множество ординалов, здесь множество уже, а не класс. То объединение этого множества – это тоже ординал. Более того, это объединение равно супремому. Ну, супремому в данном случае уже совсем не обязан принадлежать этому множеству х. Ну и также легко проверить, что если есть какой-то ординал альфа, то вот такое вот множество, которое получается объединением альфа с его синглитоном – это тоже ординал. Более того, он является наименьшим ординалом, превосходящим этот ординал альфа. Да, как бы следующий. То есть эта операция, вот взятие вот этого объединения с синглитоном, она обобщает, так сказать, операцию плюс один на натуральных числах. Мы ее так и будем, так сказать, понимать. Будем считать, что вот это вот множество – это такой непосредственный последователь множества альфа, ординала альфа. Ну и еще понятно, что класс всех ординалов – это собственный класс, потому что иначе мы могли бы рассмотреть его с упрямым и взять еще плюс один. Получилась бы глупость, что он сам себе принадлежит. То есть это собственный класс, ординалов очень много. Вот. Ну и, значит, следующая теорема, она говорит, что всякое вполне упорядоченное множество, оно изоморфно некоторому ординалу, причем единственному. То есть вот те ординалы, которые мы сейчас определили, они служат естественными, адекватными представителями вполне упорядоченных множеств. Вместо… Если мы интересуемся вполне упорядоченными множествами, какими-то источностью только до их изоморфизма, так сказать, их типом, порядковым типом, то мы можем просто рассмотреть конкретное множество, которое является соответствующим порядковым числом. Вот. Ну, единственность такого ординала следует, потому что ординал не изоморфен своему начальному отрезку. Ну, а как построить такой конкретный ординал для данного вполне упорядоченного множества? Ну, очень просто. Значит, мы… Вот у нас, допустим, какое-то вполне упорядоченное множество, опять W, да, мы рассмотрим, значит, вот такое определение. Скажем, что f от x, x – это у нас какая-то точка нашего множества W. Мы полагаем, что f от x равно ординалу альфа, если этот ординал альфа изоморфен начальному отрезку нашего вполне упорядоченного множества, который отсекается этой точкой, точкой x. Все, что левее x, так сказать. Ну, опять-таки, если такой альфа существует, то он единственный. Ну, и заметим, что образ при, значит, вот этом отображении f – это множество, потому что W было множество, значит, тогда по аксиоме замены это будет множество. Ну, и для всякой точки x на самом деле такой ординал существует, потому что если нет, то могли бы рассмотреть наименьшую точку x, в нашем вполне упорядоченном множестве, для которой такой ординал не существует. Ну, и построить, так сказать, продолжить, так сказать, это f на эту точку пришли бы к противоречию. Вот. Ну, и если мы посмотрим на наименьший ординал, который не принадлежит области значений, вот этой функции f, то мы увидим, что эта область значений – это просто равна вот этому ординалу. Так что мы получаем изоморфизм между нашим вполне упорядоченным множеством W и вот этим вот наименьшим ординалам, которые не принадлежат области значений. Такая естественная совершенно конструкция. Ну, если ординал имеет вид, который мы только что обсудили, если ординал α имеет вид β плюс 1 для какого-то β, то есть вид β, объединенный с синглитоном β. Вот такой ординал называется последователем ординала β. Ординал, который не имеет такую форму, значит, он обязательно имеет вид супремума меньших ординалов или своего объединения, значит, он называется, соответственно, предельным ординалом. Он является пределом, на самом деле даже буквально является пределом в смысле порядковой топологии всех меньших ординалов, меньших чем он. Ну, точка 0 также рассматривается как предельный ординал, супремум 100 множества, значит, определяется как 0. Ну, и почему предельные ординалы от личных 0 существуют, это следует из аксиомы бесконечности. Я разошлю также вот этот материал, посмотрите, я надеюсь, упражнения, там увидите на этом упражнении. Значит, натуральные числа у нас будут определяться как конечный ординал. Ну, в частности, 0 – пустое множество, 1 – это 0, объединенное синглитоном нуля, то есть просто синглитон пустое множество. 2, соответственно, будет составить из двух элементов. Первый – это пустое множество, второй – это синглитон пустое множество и так далее. То есть натуральное число n – это будет ординалом, который будет состоять из n предшествующих ординалов. Для натуральных чисел, так сказать, обычно будут латинские буквы срочные употребляться из середины алфавита типа m, m и так далее. Вот, значит, теперь две очень простые, но очень фундаментальные вещи. Теорема трансфионитной индукции и трансфионитной рекурсии. Скорее всего, они ничего нового для вас не представляют, но тем не менее давайте проговорим их в общности, в полной трансфионитной индукции. Что это такое? Если есть класс ординалов какой-нибудь, о котором мы знаем такие вещи. Во-первых, что ноль ему принадлежит. Во-вторых, что если число альфа порядковое ему принадлежит, то и следующее число альфа плюс один тоже ему принадлежит. Ну и в-третьих, если есть какой-то предельный ординал, и мы знаем, что все меньшие ординалы принадлежат, меньшие, чем этот предельный, то и этот предельный ординал альфа тоже принадлежит. Да? Значит, вот такое предположение об этом классе ординалов. Тогда теорема говорит, что этот класс – это просто класс всех ординалов. Все ординалы туда попадают. Ну почему? Потому что если нет, то посмотрим на наименьший ординал, который не принадлежит. Тогда он имеет один из этих, так сказать, трех видов. Либо это ноль, либо это непредельный ординал, либо предельный ординал больше нуля. Ну и применим соответствующий пункт. Тривиальная теорема. Сейчас хочу обратить ваше внимание, что на самом деле это не теорема нашей теории ЗТФЦ, а схема теоремы, потому что у нас нет никаких классов. Класс – это сокращение для формулы. То есть это схема, где есть для каждой конкретной формулы, задающей какой-то класс С, есть своя теорема. Значит, по традиции функция, которая имеет область определения, своей областью определения множества натуральных чисел, она называется бесконечной последовательностью. Ну, также говорят о конечных последовательностях, это функции на натуральном числе, то есть на каком-то конечном ординале. Ну и точно так же говорят о трансфинитных последовательностях, об альфа-последовательностях, то есть о последовательностях, у которых область определения – это некоторый ординал альфа. Ну, говорят также о последовательности, в смысле, классе, как о функции, которая определена на вообще всех ординалах. Это просто терминология. Значит, теперь посмотрим на теорему так называемого по трансфинитной рекурсии. Значит, вот у нас есть такая формулировка. Значит, если есть какая-нибудь функция, класс, которая, мы считаем, определена вообще на всех множествах, как здесь написано на классе В. В, напомню, это универсум всех множеств. Значит, теорема говорит, что тогда существует единственная функция f. Для вот этой вот функции класса g существует единственная функция класс f, которая определена на всех ординалах. и которая удовлетворяет вот такому вот свойству для всех ординалов альфа. Значит, f от альфа – это g от сужения f на все предшествующие ординалы. Сужение на множество альфа. Мы помним, что альфа, он состоит ровно из всех предшествующих ему бета, из всех его элементов. То есть, поведение вот этой функции f в точке альфа, оно определяется функцией g, естественно, и поведением этой функции на всех предшествующих точках. В этом смысле это, так сказать, употреблено слово рекурсия. Значит, какой статус этой теоремы? Это тоже, конечно, не одна теорема. На первый взгляд кажется, что это не очень понятно, что, потому что тут такие квантеры второго порядка. Вроде бы для любой формулы, которая задает класс g, существует формула, которая задает класс f. То есть, как бы такие, да, для любого существует второго порядка. Так что это вроде бы даже не схема. Но на самом деле это схема. Вот почему. Потому что вот эта функция f, да, класс, она на самом деле строится совершенно конкретно. Вот видите, здесь написано тогда вот эта вот формула 2.6, вот эта формула 2.6, она задает единственную функцию с нужным нам свойством. То есть, как бы второго квантера нет, то вот эта функция, она явно строится по функции g. А поэтому это тоже схема. То есть, для каждой формулы, которая задает вот какую-то функцию g, определенную на всех множествах, значит, строится некоторая формула, которая задает функцию на ординалах вот с этим вот свойством. Ну вот, так сказать, здесь еще написано то же самое, но в других обозначениях в виде такой последовательности. Вот это в угловых скобочках здесь поставлена последовательность, альфа-последовательность, где вот это вот множество а с индексом альфа означает f от альфа. Да, то есть это другие обозначения. Ну и заметим, что мы здесь вот в этой формулировке по умолчанию предполагаем, что мы используем аксиому замены, потому что мы предполагаем, что вот это вот сужение функции f, это функция класса, заметим, да, что это некоторая формула. Сужение на множество альфа тоже является множеством. Ну, по аксиоме замены действительно это будет так. Ну, раз это сужение множества, мы действительно можем, так сказать, посмотреть на g от множества. То есть это определение корректно, предположение, что мы имеем аксиому замены. Вот, но вот это следствие, это просто такая переформулировка этой же теоремы в более скромном виде, в виде теоремы zfc, потому что это, как я сказал, это схема теорем. А здесь у нас вместо классов берется конкретное множество. Ну, что здесь написано? Что если есть множество x, конкретное порядковое число θ, то для любой функции g, которая в этом случае уже действительно будет множеством, значит, на множестве всех последовательностей, которые принимают значение в x и последовательностей, у которых длина меньше, чем θ, а то есть с областью определения, которая является ординалом каким-то меньшим, чем θ. Вот, значит, существует единственная θ-последовательность, которая тоже принимает значение в x, ну, с соответствующим свойством. То есть это то же самое, что сказано здесь, но только в более скромном виде, когда у нас вместо вот этих классов так сказать берется конкретное множество. Для чего это выписано здесь? Ну, просто чтобы это была одна теорема zfc, в отличие от той схемы. Вот, ну, доказательство этой теоремы о рекурсе, в общем, тоже совершенно тривиальное, так сказать, оно… В общем, просто его один раз надо прочитать и понять, сказать, что здесь написано. Значит, вот здесь вот это вот 2,6 – это определение того, как строится вот это вот f. Значит, мы f от альфа полагаем равным x, значит, в следующем случае. Значит, если существует вот такая вот альфа-последовательность с двумя свойствами. Ну, первое свойство нам говорит, что для любого xi меньше, чем альфа, то, что мы хотели, оно уже выполнено. То есть вот а xi, t, да, xi – ты член этой последовательности, это в точности образ g от меньшей последовательности, от xi-последовательности, от сужения вот этой альфа-последовательности на xi. Ну, и второе свойство говорит нам, что x – это g от всей альфа-последовательности. Это, значит, задание вот этого x, который должен служить значением в точке а нашей функции f. Ну, заметим, во-первых, что для всякого… Извините, я сказал а альфа. Для всякого альфа, значит, если есть какая-то вот последовательность, альфа-последовательность, вот эта вот удовлетворяющая пункту 1, то такая последовательность единственная, что, значит, доказывается просто индукцией по xi. Если были бы две такие последовательности, одна вот из этих а, допустим, состоит, а другая из каких-то b, да, тоже с номерами xi, то индукцией по xi, значит, доказывается, что оксиды совпадают с боксидом. Вот. Ну, тогда получается, что вот этот вот пункт 2, он единственным образом задает вот эту вот точку x, да, то есть вот это вот f получается действительно функция. Ну, и также, значит, для всякого альфа, опять индукциями, значит, трансфионитными, мы показываем, что существует такая альфа-последовательность, которая удовлетворяет пункту 1. Значит, причем на предельных шагах мы будем использовать аксиому замену. Да, мы просто, если уже построили для всех, если альфа, допустим, предельные, мы построили такую вот последовательность для всех xi меньших, чем альфа, мы просто берем объединение, да, значит, у нас получается такая возрастающая по включению последовательности вот этих функций. Мы берем объединение, получается, что у нас вот такая вот объединение, это альфа-последовательность с нужным свойством. Вот, то есть действительно вот это вот f, оно получается, что оно определено для всех ординалов альфа ну легко значит проверяется что она удовлетворяет вот этому нужному свойству и что если есть какая-то еще альтернативная в штрих с тем же самым свойством то они просто совпадают f совпадает с их штрих тоже доказывается индукция в общем доказательство тривиально сводится фактически просто к выписываю вот этой формулы вот насчет от терминология насчет ну последовательность ординалов не убывающая понятно что такое значит предел последовательности это супремум супремум не убывающий последовательности ординалов и последовательность называется нормальной нормальный если она возрастающая и непрерывно в том смысле что вот она коммутирует что придел коммутирует но это действительно непрерывность с точки зрения топологии которые задаются порядка порядковой топологии ординалов а вот последовательность нормальная прошу это определение запомнить потому что Такое стандартное последовательность ординалов, если она возрастает и если она непрерывна. Хорошо. Теперь арифметика ординалов. Ординалы обобщаются, натуральные числа в определенном важном аспекте. Ну и неудивительно, что на них можно распространить арифметические операции. Определяются они с помощью как раз вот этой теоремы трансфинитной рекурсии. Если так аккуратно это делать, ну можно, так сказать, аккуратно это проделать в качестве домашнего упражнения. Нам достаточно просто посмотреть на вот эти определения. Мы определяем их таким образом. Вначале сложения. Значит, ординал альфа-произвольный, мы считаем, что альфа плюс 0 всегда равен альфа. Потом альфа, опять-таки, произвольный. Мы определяем, что такое альфа плюс ординал непредельный. То есть ординал вида бета плюс 1 определяем таким образом. Мы берем ординал альфа плюс бета и прибавляем к нему единичку. Что такое прибавить единицы, мы уже знаем. Это, так сказать, у нас априори нам известно. Это мы знаем, что это то же самое, что взять объединение с синглитоном. То есть вот это определение сложения, оно базируется на определении этой одноместной операции прибавить 1. А поскольку у нас альфа тут был произвольный, мы в качестве вот этого первого аргумента берем в данном случае альфа плюс бета. Понятно. Ну и в ситуации, когда бета предельный, больше нуля, мы определяем альфа плюс бета как предел альфа плюс кси для всех предшествующих кси. Значит, ну, похожим образом определяется умножение. Значит, умножить на 0 – это 0. Умножить на бета плюс 1. Значит, это то же самое, что умножить на бета. И потом еще прибавить альфа. Что такое прибавить альфа, мы уже определили. Ну и когда бета предельный, мы опять-таки берем предел. Предел всех предшествующих произведений. Возведение в степень. Аналогичным образом определяется. Значит, альфа в степени 0 – это 1. Альфа в степени бета плюс 1 – это альфа в степени бета умножить на альфа. Ну и в степени предельного бета – это предел в степени всех предшествующих кси. Предшествующих к бетам. Ну и легко видеть, что таким образом определенные двухместные операции, сложение и возведение в степень, умножение и возведение в степень, они являются нормальными функциями по второй переменной. То есть если мы фиксируем произвольным образом, допустим, первый множитель, и посмотрим на умножение как на одноместную операцию с фиксированным первым аргументом, то по второму аргументу у нас получится нормальная функция. То есть функция, которая строго возрастает по второму аргументу и непрерывно. Вот так мы определили ее, что она по второму аргументу, у нас все эти функции непрерывно. По-первых, они, замечу, не будут непрерывными, как покажет легкая проверка. Вот, но аккуратно это тоже можно доказать по трансфинитной индукции. Также индукции доказываются, например, такие свойства, как ассоциативность сложения и умножения. Заметим, что эти операции не коммутативны. Например, 1 плюс омега – это омега. Омега плюс 1 – это вовсе не омега, потому что омега плюс 1 – это омега. Омега – это все натуральные числа, множество всех натуральных чисел, первый бесконечный орденал. Омега плюс 1 – это омега, объединенная с синглитоном омега. То есть это множество, которое состоит из всех конечных орденалов и еще одного бесконечного. То есть это не то же самое, что омега. 1 плюс омега – это то же самое, что омега. как легко понять потому что 1 плюс омега это предел смотрим вот на определение это предел 1 плюс n где n пробегает все натуральные числа все ординалы меньше омеги но это будет омега вот значит операции не коммутативны можно альтернативным образом еще определить тоже важным важным образом определить эти альфметические операции эти определения они на самом деле годятся не только для вполне упорядоченных но и для любых линейно упорядоченных множеств вот пусть у нас есть два таких множества а и b значит что такое их сумма ну давайте считать что а и b не пересекаются иначе вместо них давайте возьмем какие-нибудь изоморсные не пересекающиеся наши будут не пересекаться тогда значит сумма что такое это множество у которого носитель это объединение а порядок определен следующим образом насчет на слагаемых точно а и на b он просто совпадает с исходным порядком а если у нас есть один элемент из-за а другой из-б то мы считаем всегда что элемент из-за меньше чем элемент из-б то есть если представить себе такую вот сумму геометрические этих линейно упорядочных множеств дата как она выглядит а плюс b она выглядит так что вот такое линейно упорядочное множество которое состоит из двух отрезков где меньше где отрезок слева да то что меньше она слева мы считаем вот это от отрезок а а то что справа это отрезок б представили справа а к норсу б то есть справа представить бэк морского вот это такая сумма упорядоченная то произведение она определяется так значит ну значит это множество с носителем прямое произведение да то есть множество упорядоченных пар где первый элемент берется из-за второй из-б а порядок определяется так чтобы две точки а1 b1 и а2 b2 значит одна из них меньше другой если во первых мы смотрим на вторые точки значит если b1 меньше чем b2 так оказалось тогда считаем что вот эта пара меньше 2 ну или если оказалось что b1 равно b2 тогда мы смотрим на первые точки а1 и а2 значит и если а1 меньше а2 мы считаем что вот эта пара меньше 2 такой порядок он называется антилексикографическим потому что мы смотрим в начале в конец пары он в начале потом если мы наоборот бы определяли в начале смотрели на а а потом если а1 оказалось равным бы а2 а потом смотреть на b тогда это был бы лексикографический порядок но вот мы определили его антилексикографически для чего для того чтобы он совпадал вот с тем порядком на ординалов как мы его определили только что при курсе геометрически тоже легко себе представить как выглядит такое вот произведение а на b двухлинейных порядочных множеств это вот что такое это вот возьмите множество b и в каждую точку этого множества посадите копию а вот это вот будет это вот антилексикографическое произведение а на b вот ну и индукции значит второму аргументу про бета проверяется что для всех ординалов альфа и бета суммы произведения как мы определили их по рекорсии они изоморфны сумме произведения вот как мы определили эти операции для произвольных линейных порядков геометрическим так сказать образом вот это то же самое для возведения степени на самом деле тоже можно некоторую операцию предложить она просто более сложно формулируется здесь не сделано вот значит какие же свойства у этих арифметических операции на ординалах кроме ассоциативности сказали но довольно много у них свойств которые которые так сказать привычная нам для натуральных чисел ну во первых посмотрим вот на эту лему на пункты 1 3 и 5 они однотипные значит они говорят эти пункты что по второму аргументу операции соответственно сложение умножения возведения степени они являются возрастающими то есть например для сложения если бета меньше гамма то для всякого альфа альфа плюс бета строго меньше альфа плюс гамма если бы это строго меньше гамма то и когда мы прибавляем до справа так сказать вот эти бета и гамма строгий порядок сохраняется значит тоже самое ситуации с умножением только надо сказать надо потребовать чтобы альфа был больше нуля строгий порядок будет сохраняться тоже самое связи с введением степени в предположении что альфа больше единицы уже вырожденного случая вот этого когда альфа равно 0 или единицы что опять-таки строгий порядок будет сохраняться но это просто доказывается индукции значит по второму аргументу по фиксированным больше пункт 2 если альфа меньше бета то существует единственный д дельта такое что альфа плюс дельта равно бета ну что это за дельта такой посмотрим на бета у него альфа раз он строго меньше бета будет начальным отрезком ну мы его вычтем так сказать в теоретическом смысле да удалим все вот эти элементы альфа посмотрим вот на все кси которые начинаются с альфа и принадлежат бета и вот это дельта она будет порядковым типом вот этого множества то есть из бета мы вычитаем начальный отрезок альфа он ровно один то что остается это и будет этим дельта и это дельта единственно но у силу первого пункта например а то есть вот такая вот операция так сказать разности справа определена единственным образом пункт 4 что нам говорит значит если альфа больше нуля то значит для всякого гамма существует единственный бета и единственный ром меньше чем альфа такое что гамма вот разлагается в такой вот вид значит это альфа умножить на бета бета единственный какой-то и плюс еще такой вот остаточек ром про меньше чем альфа ну в качестве бета здесь надо взять наименьший ординал такой что альфа извините наибольший ординал такой что альфа умножить на бета меньше или равен гамма почему наибольшие существует но возьмите все такие бета и убедитесь что в этом множестве есть наибольший элемент таки индукции можно доказать вот ну и значит вот такая вот фундаментальная теорема из теорема кантера о нормальной форме ординалов она говорит что всякий ординал больше нуля единственным образом представляется вот в такое в таком вот видим похоже на многочлен виде такой вот конечной суммы насчет где слагаемые устроены вот как слагаемые имеют вид омега умножить на бета с каким-то индексом и и все это умножить на какое-то натуральное число к и т значит где эти числа порядковые бета и т они устроены так значит они представляют собой во первых первое не превосходит альфа и потом они представляют собой строго убывающую последовательность бета 2 меньше чем это один бета 3 меньше чем это давай так далее вот и вот эти числа к это натуральные числа то есть конечные ординала но можно было еще немножко по-другому записать это немножко другой форме вообще без умножения просто записать вместо умножить на к 1 записать к 1 слагаемых таких каждый из которых равно омега в степени бета-1 и так далее вот тогда просто в виде такой суммы записывалась конечный всякий ординал представляется единственным образом виде вот такой вот сумма можно еще немножко обобщить эту теорему взяв не омегу в качестве такого основания вообще произвольный ординал но нам это сейчас не очень важно такой фундаментальный случай сами у теорема доказывается индукции по альфа значит для альфа равна единице равному единице можем взять омегу степени 0 помножить на 1 ну и для произвольного альфа большего чем 0 мы берем в качестве бета наибольший ординал такой что омега в степени бета не превосходит альфа ну и смотрим вот на вот это вот наблюдение на вот это вот ляму пункт 4 и используя ее мы видим что существует единственный дельта и единственный ро меньше чем вот этот вот омега в степени бета такие что наш альфа раскладываются вот в такую вот сумму насчет у него первое слагаемое это омега в степени бета умножить на дельта и второе слагаемое это ро у нас должно быть при этом меньше чем омега в степени бета а дельта на самом деле она будет конечным почему потому что если бы она была бы бесконечным да то есть это было бы все равно что у нас тут было бы бесконечное число какое-то ну как минимум омега вот таких вот слагаемых вида омега в степени бета ну и тогда мы могли бы просто добавить здесь еще могли бы это сократить и написать здесь еще бета плюс 1 это противоречит противоречивало бы нашему выбору бета потому что мы взяли как наибольший ординал который не превосходит альфа поэтому этот дельта он обязан быть конечным ровно с меньше чем вот это вот бы чем омега в степени бета а вот ну и дальше это сказать мы раскладываем этот рот таким же образом и так далее вот ну единственность доказывается по индукции этого разложения эти бета они будут убывать единственный момент здесь что вот этот первый бета он может совпадать с альфа такое вполне возможно потому что может быть альфа который просто раскладывается так что он равен омега в степени альфа но многие наверное знают так сказать сталкивались такими ординалами до наименьшее число с таким свойством называется эпсилон 0 и играет важную роль в теории доказательств так что в этом случае случае эпсилоновых таких чисел это разложение она оставаясь верным она становится таким достаточно вырожденным вот ну и последнее что я хочу сказать время у нас еще время не поджимает да могу еще сказать это определение и простейшее свойство фундированных отношений которая который я представляю собой важное обобщение вполне упорядоченных множеств эти отношения они на самом деле не обязаны быть отношением порядка тут важно именно фундированность что у нас есть какое-то двухместное отношение на множестве то есть просто какое-то подможество его квадрата и что она называется фундированным если всякое не пустое подможество имеет наименьший элемент смысле этого отношения так где элемент скажем а этого подможества x он называется наименьшим если не существует никакого элемента икса который ну находился бы в отношении нашем отношении я с этим элементом а понятное определение до отношения фундирована если никакое не пустое подмножество извините если любое пустое подможество имеется наименьший элемент где элемент наименьший если никакой элемент этого подможества не находится с данным элементом в данном отношении то есть в общем такое же определение как для вполне упорядоченных множеств у нас было только не предполагается что это отношение является отношением порядка ну тривиально что вполне упорядоченные множество множество с фундированным отношением вот и следующая теорема она фактически она дает характеризацию некоторых фундированных отношений и что она говорит она говорит что на них можно для них можно определить такое естественное понятие высоты этого отношения и сопоставить каждой точке множество с фундированным отношением некоторое естественное понятие ранга этой точки а именно что существует и причем единственная некоторая функция ров из нашего множества с этим отношением функция в ординалы такая что для всякой точки x нашего множества ро от x равно супремому ро от игроков плюс единичка плюс единичка вот таких вот ординалов да где игрок находится в нашем отношении с x с иксом так сказать игрок я меньше икс не подразумевая что это порядок смотрим на все эти элементы игрок которые я меньше икса смотрим на их ранге прибавляем единичку берем суправо вот этого будет ровно рамках ну и область значений этой функции ро это будет некоторые начальный отрезок класса ординалов то есть некоторые ординал фактически этот ординал он будет называться высотой этого фундированного отношения ну как построить эту функцию ро мы определим такие подмножества в нашем множестве п п нулевое будет пустым множеством п с индексом равным какому-то непредельному ординалу альфа плюс один вид альфа плюс один значит она будет определяться так мы будет состоять из всех тех точек нашего п что для всех для всех точек игрок е меньших такой точки икс точка игрок принадлежит уже определенному однажды п с индексом альфа если мы уже знаем что такое п с индексом альфа мы определяем п с индексом альфа плюс один вот таким вот образом как состоящий из всех тех точек x что всякие всякая точка игрок меньше чем x она принадлежит тому что мы уже определились ну и если альфа это предельный ординал то мы просто берем объединение всех уже построенных подмножеств оксидах ну заметим что поскольку п было множеством найдется такой ординал какой-нибудь это да что с некоторого момента это иерархия их подможностов она просто начинает быть стационарный с индексом это плюс один будет совпадать с п с индексом это почему такой это существует ну по аксиоме замена потому что если бы он не существовал то у нас областью значений был бы весь класс ординалов да ну поэтому нас было множеством так что это невозможно вот ну индукции значит легко проверяется что эти множество растут по включению с ростом ординалов у нас получается такая вот возрастающая по включению цепочка это последовательность таких подмножеств ну и на самом деле вот это вот наибольшее подмножество с индексом тета она просто будет совпадать совсем множеством п ну потому что если нет то возьмем наименьший смысле нашего отношения е элемент в разности ну и придем противоречия вот но раз так то мы можем определить функцию на всем п таким образом мы считаем что от x это наименьшее альфа такое что x попадает в это подмножество с номером альфа плюс 1 мы тут берем именно подмножество с непредельным индексом потому что ну с предельным брать бессмысленно это объединение всех предшествующих поэтому если попало в предельный то попал и в какой-то меньше непредельный а значит ро от x вот этот ранг точки x это будет наименьший ординал альфа такой что x попал вот это вот подмножество на приближение так сказать нашу п с номером альфа плюс 1 ну и понятно что если x находится в отношении с игроком то тогда ранг x будет строго меньше ранга игрока так что вот это вот свойство она легко проверяется по индукции 27 формулу да ну и вот этот ординал тета на котором наша последовательность стал буксовать на котором наименьший ординал такой чтобы с номером тета совпадает совсем по он будет высотой нашего отношения и вот но на самом деле это свойство она характеризует фундированные отношения то есть другую сторону эта вещь тоже мы могли бы просто определить фундированные отношения как такие отношения что существует гомоморфизм из множества с таким отношением ординалы с их естественным отношением строгого порядка принадлежностью альтернативно могли бы так определить фундированные отношения как допускающий такой гомоморфизм в ординалы при этом прообраз при таком гомоморфизме какого-то ординала альфа это будет вот такой альфовый слой то есть он будет состоять из точек с рангом альфа и вот фактически так сказать что такое фундированные отношения вот но это вот понятие такое фундаментальное столь же фундаментальные как вполне упорядоченное множество и мы с ним еще естественно будем сталкиваться постоянно на этом наверное все что хотел сказать закончилось материалы разошли я прошу ну если не прорешать кто не может не имеет времени решать ну хотя бы внимательно прочитать упражнения тоже потому что в них есть всякий интересный материал вот например 25 на что говорит что если дубль в это вполне упорядоченное множество то не существует такой последовательности бесконечной в обычном смысле последовательности со значениями в этом множестве убывающей смысле этого порядка часто это свойство принимается за определение вполне упорядоченных множеств что сказать не совсем корректно потому что она действительно совпадает с понятием вполне упорядоченного множества как мы его определили но только в ситуации если мы принимаем аксиому выбора если нет то это некоторые более слабые свойства вот отсутствие таких бесконечных убывающих последовательности вот это все таки важно помнить вот ну что тут много интересных еще всяких таких простейших но важных свойств которые надо фиксировать всякая нормальная последовательность имеет произвольно большие неподвижные точки вот всякие свойства ординальной арифметики простейшие которые сказать есть которые похожи на знакомые нам школьные свойства натуральных чисел есть которые не похожи вот неразложимые ординалы строго говоря ординалы называются аддитивно неразложимыми можно также определить пультипликативно неразложимые вот последнее упражнение фундированная рекурсия значит обобщение естественная той теоремой рекурсии схемы теорем которые мы обсуждали на фундированные отношения там у нас как бы была рекурсия по ординалам дан по отношению принадлежности на ординал вот но безо всяких трудностей значит она обобщается до вот такой вот самый общий теорема на эту тему фундированные рекурсии вот наверно на сегодня все конечно просто интересно не знаю может не очень умный вопрос вся имя кантера формально понятно что там происходит но интуиция немного не срабатывает хочу узнать где не срабатывает казалось годная у нас же тут все время убывают они убывают убавшей убывает бесконечные последовательности ординалов там могут быть не могут ну да да тут в этом все дела поэтому она конечна убывающий бесконечные последовательности ординалов быть не может но тем не менее полезно может быть для себя так прописать во всех деталях хотя бы один раз в жизни вот еще вопросы какие-нибудь ну если нет я тогда останавливаю и прощаюсь